Такого сложного выбора перед Латвией еще не было. Одно дело – клясться в вечной верности перед содружеством европейских стран, другое – платить за эфемерную солидарность вполне реальные деньги. Это действительно для государства очень большая масса денег. То есть, ну, если мы берем 10 лад за тонну, вы понимаете, это 350 миллионов лад, это полмиллиарда евро, в Латвии не так много денег зарабатывает. Глава Латвийской железной дороги говорит, европейским лидерам легко рассуждать о демократии и угрожать санкциями по отношению к Белоруссии. Экономики их стран не так тесно взаимосвязаны, как в случае с Латвией. Если бы Европа следила за политическими всякими делами, санкциями, тогда уже давно был бы эмбарго против Китая, еще против каких-то стран, где там не 20 политзаключенных, а миллионами, ну, сотнями тысяч. Поэтому здесь опять какие-то экономические интересы каких-то европейских стран. Подсчеты того, сколько потеряет латвийская экономика в случае санкций по отношению к Белоруссии, разнятся. Не менее 340 миллионов латов, говорят в конфедерации работодателей. Бери выше миллиард евро в год, выдвигает счет латвийско-белорусская бизнес-организация и советует правительству дальше требовать эти деньги от Евросоюза. Деньги, которые Латвии точно не светят, говорит министр иностранных дел Эдгар Принкевич. И организации объединенных наций, и Евросоюза, и ОБСЕ не предполагает компенсирующие механизмы. Это абсолютно понятная вся риторика по этому поводу не является серьезной. И вообще, по словам главы латвийского МИД, предприниматели сами виноваты, знали же, с кем ведут дело. Зарабатывать на хлебах последнего диктатора в Европе – дело рискованное. А за риск приходится платить. Господин Ринкевич, мы продали прошлый год 450 трактору. Мы должны гарантировать двухлетнюю гарантию. Что, сегодня от этих 450 крестьян не надо отвернуться? Василий Иванович в латвийско-белорусском бизнесе уже почти 20 лет. Предприятия торгуют белорусскими тракторами, которые, по его словам, пользуются спросом у латвийских крестьян, потому что дешевле и качественнее западных аналогов. Так что политические баталии ударят не только по бизнесменам, но и по простым жителям. 30 тысяч тракторов, которые должны выйти сегодня, в ближайшее время в поле, могут остановиться. Если нам Минск официально не даст запасные части, агрегаты, я уже не говорю о том, что у нас более 250 проектов на этот год, где уже согласовано на поставку по европейским этим субсидиям. Белорусский конфликт предприниматель сравнивает с сахарной отраслью, которую разрушили при активном участии евросообщества. И Латвия в данном случае должна активнее отстаивать свои интересы. Кстати, о защите интересов мало кто знает, но в Сейме работает особая группа по сотрудничеству с белорусским парламентом. Единственным ее действием в разгар европейско-белорусского кризиса стало письмо. Депутаты донесли до ведома латвийского премьера и главы внешнеполитического ведомства, что они против экономических санкций. Не хочу сказать, что эта ситуация изменится сразу и вдруг, потому что это великая проблема Европейского Союза. Потому что он состоит из 27 на сегодняшний день стран, каждый из которых имеет свои интересы и очень трудно найти общий вектор. Но и это еще не все. Даже одно единственное письмецо не обошлось без недоразумения. Его подписали и Единство, и Зеленые, и даже Тевзенцы. Все, кроме партии реформ Затлерса. Если уж что-то надо было подписать, то адресат, наверное, должен был быть не господин Домбровск и не господин Ренкевич, а Еврокомиссии в Реселе. Я знаю, как тщательно на этот раз Министерство иностранных дел работает, чтобы эти конкретные предприниматели, которые сотрудничают с Латвией, не были в этом списке или не попали. Евросоюз полон решимости принять санкции в отношении Белоруссии. Латвийским дипломатам, по сообщению внешнеполитического ведомства, удалось добиться, чтобы наши предприниматели не пострадали. Однако радоваться завершении кризиса в отношениях явно не приходится. Война развязана, и надо ждать ответных мер со стороны белорусов. Элла Семенова специально для Микс ТВ.